По словам Екатерины, любовь к живому миру у неё с самого детства. Она очень любит животных. Мечта школьницы – в будущем стать ветеринаром. Поэтому над проектом изобретения долго не раздумывала. Придумала кормушку для кота. Работает она таким образом, что у нас есть две кормушки. Мы их ставим, скажем, по разным углам комнаты. И суть в том, что из каждой кормушки поочерёдно, примерно по 3-4 зёрнышка высыпается, кот бегает от одной кормушки к другой, и получается такая зарядка. И кот не поправляет. В создании этой кормушки Екатерине помогал ещё один ученик Малой академии наук Андрей Минаев. Полгода ребята работали вместе над этим проектом. Работы, признаются ребята, было много, а вот времени мало. Учёба занимает очень много времени, но мне нравится это, и, соответственно, мне не жалко потратить на это дополнительные часы свободного времени. У Андрея нагрузка была ещё больше. Он одновременно трудился и над кормушкой, и над своим собственным изобретением анализатором воздуха. В нём установлены датчики углекислого газа и спирта. По словам автора проекта, такой аппарат позволит дистанционно получать данные об уровне загрязнения воздуха и своевременно ликвидировать утечку ядовитых паров. На работу над проектами вдохновляют и преподаватель Макадемии наук, и родители, и сам я могу вдохновиться какой-то проблемой, чтобы её решить. Я этим занимаюсь, во-первых, потому что мне просто нравится, а во-вторых, потому что мне интересно решать какие-то проблемы, которые раньше и мало учитывались, или ещё не придумали, как решить. Изобретения юных инженеров признаны как на всероссийском, так и на международном уровнях. Подтверждение – многочисленные дипломы, грамоты и медали. Наши ребята очень дружелюбные, всегда идут к своей цели, и у них это прекрасно получается, показывая хорошие результаты на конференциях и конкурсах. Расслабляться ребятам некогда. Впереди – конкурс научно-технического творчества в Минске, где они должны будут представить свои изобретения в улучшенном виде. Владислав Ивенин, Михаил Воробьёв, Новости Севастополя.